Каждый год в начале июня принято отмечать Международный день бега. Задача этого праздника – привлечь внимание к здоровому образу жизни. Для спортсменов-легкоатлетов нашей республики бег – это неотъемлемая часть их жизни. Подробнее Дарья Тендит. Огромное количество людей бегают каждый день, но лишь немногие занимаются спортом профессионально, ставя перед собой задачи выполнения определенных результатов. Виктория Яковенко занимается легкоатлетикой уже пять лет. За этот период времени она добилась высоких результатов в беговых дисциплинах на 400 и 400 метров с барьерами. Виктория не собирается останавливаться на достигнутом и планирует связать свою жизнь со спортом и выступать на более крупных уровнях соревнований. Хочу выполнить первый разряд, а там уже кандидат мастера спорта и дальше больше только. Бег – главная составляющая лёгкоатлетики. Её принято называть королевой спорта. Это определение не случайно. Ещё с давних времён в дисциплинах по лёгкоатлетике разыгрывалось наибольшее количество медалей на Олимпийских играх. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва хоть и не выступали ещё на Олимпиаде, но на всероссийских соревнованиях показывают отличные результаты, поделилась Ирина Титаренко. Она тренирует спортсменов уже на протяжении 30 лет. Сейчас у неё занимается около 40 детей. Все они поделены на разные группы. Группа спортивного совершенствования, тренировочная и две группы начальной подготовки. Не буду скрывать, нам есть чем гордиться. Мы побили свой же рекорд. Мы привезли 40 медалей различного достоинства. У нас выступали дети в разных дисциплинах. Лёгкоатлетика – это же королева спорта. И у нас очень много дисциплин. В каждой возрастной категории у нас есть спортсмен, на которого мы надеемся. Республика, конечно, возлагает на них большие надежды. Мы будем стараться. Также не стоит забывать про период восстановления. Опытные спортсмены знают, что отсутствие отдыха пагубно влияет на организм. Тренировки проходят пять раз в неделю. На отдых, конечно, хватает времени. Главное – стараться. Чем ты занимаешься во время отдыха? Во время отдыха стараюсь уделить внимание близким, родным. Бег является самым распространённым и доступным видом спорта. Для занятий не нужно ничего, кроме желания, спортивной одежды и кроссовок. Таисия Титаренко с самого детства ведёт активный образ жизни. Её мама – тренер. Она и привела Таисию в лёгкую атлетику. Уже с малого возраста она точно знает, какой должна быть спортивная форма для тренировок. Ну, это главное, чтобы она была удобная, чтобы в ней не было жарко, когда ты тренируешься. И по твоему размеру, чтобы она тебе не была ни большая, ни маленькая. Самый простой способ отпраздновать Международный день бега – это выйти на пробежку и пробежать любую дистанцию самостоятельно. Пробежку лучше совершать на стадионах или по пересечённой местности. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.